Вместе создали комфортную среду. Свои идеи жители домов по улице 60 лет БСР 14-15 и окружная 15-16 смогли воплотить в реальность. Все эти дома имеют один большой двор. Он нуждался в благоустройстве. Теперь здесь появилась красивая площадка, и дети смело пробуют на прочность игровые конструкции. Впрочем, так же, как и еще не успевшие остыть покрытие игрового поля. С результатами работ строителей ознакомился глава администрации городского округа Борис Беляев. Он обратил внимание на объем выполненных работ и качество. Так, есть претензии какие-нибудь? Нет. Бесплатно вам сделаем? Ну и что, какие претензии? Жители этого района и дети, и взрослые довольны изменениями. Было горка мало. Сейчас много горок, ярко все, красиво. У нас и раньше было хорошо. Я не буду говорить, что у нас было плохо. Но сейчас, конечно, довольно все ярко, все красиво. Много стало вот этих снарядов всяких. Ребятишкам есть где играть. Визжат, пищат. Это хорошо, весело. Мы еще и скамейки поставили, да? Скамейки красивые, да. Двор заасфальтировали ровненький, хороший, чистенький стал. Нравится? В соседнем дворе по окружной 14 обустроили проезжую часть и парковку. Отремонтировали тротуары, заменили бордюрные камни, установили новые скамейки. Примерно в таком же объеме работы планируется сделать во дворе домов номер 6 и 8 улицы Пушкина. Здесь строительство идет полным ходом. Дорога асфальтируется, готовится место для стоянки автомобилей. Прокладывается тротуарная дорожка. Также будет построена детская площадка. На данном дворе по адресу Пушкина 6 и 8 будут установлены малые архитектурные формы. Также будут установлены лавочки у каждого подъезда в количестве двух штук. И будут установлены урны, насколько я помню, да. Будут детские качалки, балансир, качалки на пружине. И будут паровозики, беседочки. Детская игровая броня будет, тройной каскад для отжиманий для детишек. Глава администрации обратил внимание на то, чтобы при строительстве соблюдались нормы по доступной среде. Жители домов и гости довольны начатой перестройкой. Даже очень хорошее дело. И ремонт, и реконструкция заезда нет, как не было для инвалидов ограниченных. На коляске я не могла дать. А сейчас предполагается, что буду вплотную к двери подъезжать. Могу позвонить своей маме, 91 год ей. Она здесь проживает. Я очень часто к ней езжу, навещать приходится. Так как я сама подняться не могу, а вот вызвать ее, она еще потихонечку выходит к двери. Доехать очень приятно, что вот такая реконструкция делается. И удобненько, и красиво. Очень хорошо. Следующим пунктом в маршруте главы администрации стал двор по улице Пушкина, 11. Затем Ленина, 28. На данном участке работы на начальной стадии. Но подрядчик обещает все выполнить в сроке. Масштабная работа ведется во дворе на энергетиков, 27. Это еще один из больших дворов, расположенных в микрорайоне Восточный. В скором времени на данной территории появится детский игровой комплекс с малыми архитектурными формами и песочницами. Спортивная зона с тренажерами. Сейчас готовится поле для баскетбольной площадки. Сначала уложен асфальт, который покрывается современной мягкой основой. Благоустраивается и придомовая территория по улице Машиностроителей 4. В ходе планирования учтены все стороны. Безопасность, удобство и комфорт. Теперь детям будет где поиграть. Безопасно передвигаться по тротуарам. Автолюбителям есть где ставить машины. Причем все виды работ жители окрестных домов выбирали сами. Одним словом, планировали то, в чем особенно нуждались Остро. Всего в рамках программы формирования комфортной городской среды будет благоустроено 12 дворов. Если в одних работы идут к завершению, в некоторых все только начинается. Борис Беляев напомнил подрядным организациям о соблюдении сроков строительства. Пообщался с жителями, ответил на обращение граждан. В целом, Борис Владимирович дал положительную оценку проводимой работе. Сегодня мы проехали все дворовые территории, где проводятся ремонты. Мы посмотрели, кто-то отстает от сроков, кто-то уже на опережение работает. Приятно было видеть, что работы ведутся. Пообщались с населением, поговорили с жильцами. Вроде бы всех устраивают объемы и качество работ. Поэтому сегодня все идет практически в сроки. Мы надеемся на то, что пока погода хорошая, все дворовые территории придем в порядок в соответствии с нашими договоренностями контрактными. В рамках проекта на 2017 год выделено почти 23 миллиона рублей, из которых 19 миллионов субсидий из федерального бюджета, около 4 миллионов рублей – республиканские средства. В ближайшие годы будет продолжена работа по благоустройству дворовых территорий. Кроме этого, планируется строительство современных спортивных площадок. Продолжение следует...